Задачей обратной конструированию некоторой структуры данных служит задача деконструирования, то есть разборки этой структуры данных. Ну, скажем, для пары у нас был конструктор пары, две круглые скобочки и запятая между ними. Для того, чтобы деконструировать пару, мы использовали две функции. FST, которая возвращала нам первый элемент пары, и SND, которая возвращала нам второй элемент пары. Список устроен схожим образом, у него тоже есть два конструктора, и есть два способа деконструировать список. Это две функции HEAD и TAIL. Давайте посмотрим, как они работают. Функция HEAD возвращает элемент списка, который находится в голове этого списка. Если мы спросим про тип этой функции, то увидим, что эта функция принимает в качестве аргумента список, а возвращает элемент. Ну, если мы вызовем функцию HEAD на каком-то списке, ну, например, на списке 1, 2, 3, то мы получим элемент, стоящий в голове этого списка, первый элемент, то есть единицу. Функция TAIL устроена похожим образом, но она возвращает нам не голову, а хвост списка, то есть весь список без головы. Пара функций HEAD и TAIL как бы разбивают список на два куска. Если мы запустим функцию TAIL на том же самом списке 1, 2, 3, то мы увидим, что у нас возвращаются все элементы списка, кроме первого. То есть список при вызове функции TAIL становится короче на единицу. И функция HEAD и функция TAIL это частичные функции, они определены не на всех возможных аргументах. Действительно, если мы запустим функцию HEAD на пустом списке, то мы не должны ничего получить разумного, потому что в пустом списке нет никакого элемента. Ну и нам возвращается сообщение об ошибке, то есть внутри реализации функции HEAD вызывается функция ERROR с текстовым сообщением, которое вы видите перед собой на терминале. Имея функции HEAD и TAIL, которые позволяют нам осуществлять деконструкцию списка, мы можем исследовать список как структуру данных, проникая в эту структуру достаточно глубоко. Ну давайте посмотрим, например, функции, которые возвращают нам не первый элемент списка как HEAD, а второй элемент списка. Это функция SECOND, возвращающая второй элемент. Ну, она, ей в качестве аргумента передается список, возвращается элемент, то есть тип у нее такой же, как у функции HEAD, и реализована она следующим образом. В качестве аргумента нашей функции передается некоторый список. Обычно списки в Хаскеле обозначают с помощью суффикса S. XS это означает список иксов, иксы по-английски во множественном числе. Передается список XS. Дальше происходит следующее. От этого списка XS мы берем хвост, то есть получаем список без головы, и от этого получившегося списка мы вызываем функцию HEAD, берем голову. В результате мы получаем некоторую функцию, которая возвращает второй элемент списка. Давайте посмотрим, как она работает. мы вызываем функцию SECOND, и действительно нам возвращается второй элемент списка. Ясно, что эта функция частичная функция, а также как и функция HEAD, она еще более частичная, она не будет работать уже даже на одноэлементном списке, потому что у одного элементного списка нет второго аргумента. Ну, сообщение об ошибке здесь немножко неправдивое, немножко неправдивое, потому что речь идет о том, что вызывается у нас функция HEAD. Если бы мы писали аккуратно функцию SECOND, мы должны были бы обработать случай вот такого одноэлементного списка и написать некоторое разумное сообщение. Здесь же сообщение об ошибке приходит к нам из следующего соображения. Функция HEAD вызывается на пустом списке, поскольку список XS одноэлементный, то TAIL, хвост одноэлементного списка, это пустой список. Ну вот HEAD как раз вызывается на пустом списке, о чем нам и говорит наш интерпретатор GHCI. Кстати говоря, функцию SECOND можно было переписать немножко в другом, более элегантном, бесточечном стиле. Для этого мы должны перейти к синдексису с оператором композиции HEAD.TAIL и убрать слева и справа точки применения аргумента функции. То есть вот такой способ записи функции SECOND тоже вполне законен, и более того, он достаточно элегантен, и любой хескеллист понимает, о чем идет речь. Мы должны выполнить композицию функции HEAD и TAIL. Ну, действительно, давайте проверим, что все работает. Сохраним нашу работу. Перегрузим наш модуль, запустив команду reload. И еще раз вызовем функцию SECOND на списке 1, 2, 3. Ну вот, наша новая версия работает точно таким же образом. Однако гораздо более мощным способом деконструкции списка служит механизм, который называется сопоставление с образцом. Мы уже сталкивались с вами с сопоставлением с образцом на натуральных числах. Сопоставление с образцом на более сложных структурах данных происходит приблизительно таким же образом. В качестве образцов используются конструкторы. Ну, например, для конструктора пары давайте напишем функцию FST, которая у нас была для пары. Функция FST в стандартной библиотеке реализована точно так же, но чтобы у нас имена не мешали друг другу, я определю функцию FST штрих. В качестве пары, в качестве аргумента этой функции я задам конструктор. Конструктор, как вы помните, выглядит вот так вот. Конструктор пары. И мы можем его использовать либо в миксфиксном стиле, либо в префиксном стиле. Ну, давайте используем для разнообразия в миксфиксном стиле. Напишем здесь аргументы этого конструктора X и Y, чтобы конструировать пару, нам нужно передать два аргумента. И функция FST должна возвращать просто первый элемент пары, то есть первый аргумент. Вот и вся функция FST штрих, которая работает точно так же, как функция FST. У нее такой тип, который нам нужен. она принимает пару и возвращает ее тип первого элемента. Вот у нас тип T, тип первого элемента пары, возвращается нам. Ну и по значению, естественно, она работает правильным образом. Если мы запустим нашу функцию на какой-то паре, ну, например, строка и число, то у нас вернется первый элемент. Здесь мы использовали сопоставление с образцом. То есть у нас имеется параметризованный двумя параметрами X и Y конструктор данных. И мы этот конструктор используем в качестве образца. Связываются здесь элементы нашей пары X и Y. Вернемся теперь к нашему примеру. Что же является образцом для списка? Давайте мы напишем реализацию функции head для списка. Напишем ее точно так же, обзовем ее head штрих. Как вы помните, у нас конструктором списка является оператор двуточия. И дальше список у нас состоит из головы и хвоста этого списка. Вот перед нами записанный образец списка. И функция head должна нам вернуть голову этого списка, то есть значение X. Мы здесь опять используем сопоставление с образцом. Определили такую функцию. Ну и вот теперь можем вызвать функцию head штрих на каком-то списке. Ну, скажем, на списке 1, 2, 3. Наша функция должна вернуть первый элемент. Да, действительно, она возвращает первый элемент, используя сопоставление с образцом для списка. Мы можем определить функцию head, используя наш оператор двуточия, не в префиксном, а в инфиксном стиле. Это более короткий и более простой, простая конструкция. Давайте мы уже не будем работать с функцией head, определим функцию tail. Точнее говоря, функцию tail штрих, потому что функция tail, как вы знаете, имеется в стандартной библиотеке. мы используем наш конструктор теперь инфиксным образом. Ну и, соответственно, что нам должна возвращать наша функция tail штрих? Она должна возвращать хвост списка, то есть вот этот вот список, который получается в результате разбора, переданного в качестве аргумента списков, на голову и хвост. Возвращает xs. То есть вот перед нами определение функции, которое ведет себя как tail. Ну, практически всюду, только на пустом списке она выдаст другое сообщение об ошибке. Но, действительно, если мы вызовем нашу функцию только что определенную tail штрих на списке 1, 2, 3, мы получим хвост этого списка. Кстати говоря, мы видим, что здесь один из одна из связываемых переменных, а именно x, не используется в правой части. Поэтому ей можно не давать никакого имени. Альтернативным способом определения функции tail штрих, давайте обзовем ее tail 2 штриха, является вот такой способ. Мы можем написать вместо неиспользуемой переменной подчеркивания, указывая тем самым, что нам не нужно ничего связывать с тем аргументом, который здесь будет присутствовать. Вот это тоже эквивалентное определение функции tail 2 штриха. Ну и, естественно, она будет работать точно так же, как и ожидается. Ну, кстати говоря, функция head мы тоже могли поступить таким же образом. мы могли бы не связывать хвост xs, второй аргумент нашего оператора двоеточия, потому что он не нужен нам в правой части при реализации этой функции. Перепишем теперь нашу функцию second, которая у нас была до этого, в другом стиле, используя сопоставление с образцом, а не бесточечный стиль. Вот у нас функция second штрих, которая использует сопоставление с образцом для возвращения элемент, второго элемента списка. Как это делается? Мы берем и в качестве нашего, в качестве аргумента нашей функции second штрих пишем образец. говорим, что всегда должен передаваться список сконструированный с помощью вот этого самого оператора двоеточия. Этот список разделяется на голову, который нас не будет интересовать, нас интересует не первый, а второй элемент и хвост. У хвоста интересующий нас второй элемент является уже первым элементом, потому что нас интересует второй элемент исходного списка. Поэтому мы можем обратиться к хвосту с помощью функции head и получить именно этот второй элемент нашего списка. Но если мы вызовем нашу функцию second штрих, мы обнаружим, что она работает так же, как second возвращает второй элемент. Однако здесь мы использовали сопоставление с образцом в одном месте, но у нас еще осталась деконструирующая функция head. Можно ли заменить полностью использование функции head и tail на сопоставление с образцом? Да, это можно сделать. Более того, сопоставление с образцом более мощный инструмент. Итак, вот перед нами третья версия функции second. Это функция second 2 штриха. Она использует сопоставление с образцом, который довольно глубоко исследует интересующую нас структуру данных. Посмотрите, как выглядит функция second 2 штриха. Она говорит, что аргумент является списком, который сконструирован следующим образом. Это некоторый игнорируемый нами список, к которому в голову добавлено некоторое значение, а потом еще в голову добавлено еще какое-то игнорируемое нами значение. Мы могли бы написать здесь x1, здесь написать x2, а здесь написать xs. Хвост списка указывая на то, что по типу это список. Но здесь, поскольку ни то, ни другое нас не интересует, мы их игнорируем, используя символ подчеркиваем, но и возвращаем вот это самое значение x, которое и является нашей целью, вторым элементом списка. Таким образом, мы видим, что сопоставление с образцом это довольно мощный инструмент, который мы можем использовать не только для того, чтобы поверхностно проанализировать некоторую структуру, последний использованный конструктор при конструировании взять, но и залезть гораздо глубже внутрь структуры, разбирая структуру по конструкторам, которые у нас были при конструировании этой структуры. Продолжение следует...